ребятки приветствуем вас в городе forest city северная каролина честно говоря мы и сами узнали в этом месте буквально позавчера на карте это выглядит вот так здесь на самом деле живут люди есть магазины школы есть интернет довольно прилично 4g 5 палок есть проводной интернет но кое-где сигнал слабоват или скорости маловаты или еще вот чего-то такое связано с интернетом и вот специально для таких людей а также для тех у кого нет интернета в принципе ли он стоит очень дорого илон маск и команда spacex придумали проект starlink тарелка которая стоит на крыше этого дома работает уже здесь несколько месяцев и хозяйка очень даже довольна что к чему как это вообще все устроено спутниковый интернет starlink давно мечтали вам показать обзор очень жарко но поехали напомним в двух словах прямо из википедии starlink это глобальная спутниковая система компании spacex сделана она для того чтобы обеспечить внимание высокоскоростной а также широкополосный доступ в интернет в тех местах где он ненадежный дорогой ну или вообще недоступен разработка этого проекта началась внимание в 2015 году всего 6 лет назад но уже 22 февраля 18 года ракета falcon 9 вывела на орбиту два тестовых спутника в 19 году была запущена первая группа спутников 60 штук с 2020 года starlink работает здесь сша а также в канаде а в 2021 году как обещает илон маск в августе этого года starlink покроет абсолютно всю планету что касается самих спутников техническая часть этого обзора на каждом спутнике starlink установлен электростатический двигатель работающий на эффекте холла с использованием криптона здесь я думаю нужна какая-нибудь специальная техническая ставочка двигатель на эффекте холла это действительно потрясающая двигательная установка для его работы необходимо ракетное топливо в некоторых случаях это инертный газ такой как ксенон например затем с помощью огромного количества энергии создается высокотемпературная плазма заряженная электронами и ионами после этого магнитное поле воздействует на движущиеся заряженные частицы что создает дополнительную мощную тягу так вот благодаря наличию собственного движка у каждого спутника спутники эти могут поднимать свою орбиту сами маневрировать космосе а также сходить с орбиты в конце полезного срока службы питание каждого спутника естественно от солнечной батареи вес примерно 260 килограммов а на минуточку рабочая орбита спутников системы starlink это 550 километров прям сейчас высоты 550 километров сюда идет интернет вот на эту тарелку и прямо в этот дом максимальной скорости 610 мегабит в секунду правда спроси пожалуйста но все-таки рабочая скорость все-таки около 100 мегабит в секунду если говорить ну а средней скорости естественно всем этим проектом спутником интернетом илона маска заинтересовалась и армия сша они заключили трехлетний контракт на передачу данных между своими наземными подразделениями но все-таки прежде всего этот интернет весь этот проект starlink сделан для людей у которого интернета или нет или он труднодоступен или очень дорогой или супер медленный таких мест по всему миру сами понимаете очень много и повторюсь в этом доме этот интернет работает уже несколько месяцев и так вся система состоит ну грубо говоря из трех компонентов антенна которая стоит на крыше это все приезжает красивой коробочке инструкция вы можете все это открыть посмотреть четыре самореза и поставить все это самостоятельно как и сделала хозяйка этого дома главное требование к установке антенны чтобы естественно не было никаких преград и помех прямо сейчас мы находимся в низине практически в таком небольшом овраге но хозяйка сказала что даже здесь антенна работает идеально никаких помех нет вообще более того она настраивается сама как только вы все подключаете включайте приложение антенны поворачивается настраивается так как ей нужно не нужно ничего руками крутить и работает считайте в автоматическом режиме спускаемся вниз покажем как все это собственно работает я спросил два раза сказали обувь снимать не нужно точно и так вот наш кабель который идет с крыши он вставляется вот сюда вот блок питания еще один кабель вставляется в роутер и собственно все вся эта система работает естественно интернет безлимитный но главный вопрос который всех нас волнует это скорость работы открываем спид-тест space x starlink не терпится первый раз то делаю серьезно нажимаем ничего себе так мне честно я знал что это будет быстро но не настолько быстро такого я не ожидал 550 километров вверх и вниз хотел сказать как тебе такой илон маск но мне кажется здесь это шутка не особо уместно скорость скоростью но мы подготовили тестовый файл полтора гига как быстро он скачается терминатор 2 91 год размер примерно полтора гигабайта поехали 300 мегабайт 33 секунды 700 мегабайт 57 секунд и такая скорость может быть где угодно в мире а то и выше во время теста скорость было 600 мегабит секунду здесь у нас сейчас 150 трафик естественно безлимитный так ребешки скачалась 2 минуты 12 секунд запускаем у моё 2 минуты полтора гига спутниковый интернет starlink space x это она класс а что будет копируемый объект будет уничтожен чёрт что же ты молчал сейчас же идем к ней отказ это не главная миссия пошел ты для меня она главная так ребешки знакомьтесь это Rebecca Rebecca very nice to meet you thank you the first question is why did you decide to buy starlink basically i was just looking for anything better than what i had because my only other option i had was satellite internet here i couldn't get fiber and when i heard that starlink was going to be available here i jumped on it as soon as i had the chance to put my deposit down but you could use like 4g using your phone i could yeah i did do that for a time but um all of my unlimited data especially with me also doing youtube i would go through it pretty quickly and then they would throttle back my speed so oh wow it's unlimited but with a catch they made it very easy the way the kit came they already had everything hooked up the way that it was supposed to be so all i had to do was download the app and open it and it automatically recognized everything and set itself up it was really easy but in case any problems with the satellite do you need to call someone how does the system work i haven't had a problem yet so the only thing that has happened since i've had it installed since early may is i it will go out every once in a while but only for a couple of minutes at most and then it just reconnects again and i haven't had an issue but speaking about bad weather like rain or snow or something like this we did have a bad thunderstorm come through a couple of times yes and it will lose signal whenever there's a really bad thunderstorm but like i say it only goes out for maybe a minute or two already and then it i guess it finds another satellite or something as it's looking around and i'm back online so wow yeah do you know that many people are afraid of radiation and waves and something like that i am not worried about it i don't think that it's probably any worse than what we are exposed to just from having devices in our home besides the satellite dishes way up on my roof so а h примерочки вот такая вот история по моему очень интересно мы впечатлились интернет starlink от илона маска но у этого проекта конечно же есть свои противники и не только те кто носят шапочки с фольгит эти противники ну как противники легкие критики астрономы из за большой группировки спутников грубо говоря в космосе и большой отражающей способности некоторые наблюдения стало сложнее проводить но инженеры spacex говорят что новые спутники будут чёрного цвета и отражающие вот этого способность она станет ниже прямо сейчас в космосе 1584 спутника инженеры spacex говорят что стараются сделать систему еще эффективнее еще дешевле ну и теперь самое интересное это цены платежа 2 1 это платеж за комплект 500 долларов поставить можно самому ну или вызвать специального человека а также 99 долларов в месяц абонентская плата интернет этот будет стоить по всему миру совершенно одинаково входит в америке против африке и будет работать везде кроме южного и северного полюса а также есть некоторые вопросы по поводу россии потому что весь трафик который идет от иностранных провайдеров должен проходить через наших провайдеров а с декабря двадцатого года ввели штрафы для тех кто использует иностранную спутниковую связь если вы все правильно поняли спасибо что посмотрели ждем ваши комментарии мы правда впечатлились скорость высокая находимся посреди лесов а 99 долларов в месяц ждем ваши комментарии увидимся пока